Рак Мы сообщаем вашим подписчикам, что он в вашем эфире. Кто? Ты че? Че ты? Кстати, а что там с моей картиной? Что с ней должно быть? Не знаю, помнишь на мою первую? Пойдем спустим. А, у меня не хватит эфира. Хочешь спуститься? Я думал достать еще эту. Зеленую с облаком, которая. Может быть эту, да, сына Сталина заеби? Мало, пожалуйста. Тогда надо одного начать рисовать. Может тебя не порисуем? На студию новую снимем и порисуем. Не хочешь, Боряки? Хочу рисовать. Слушай, давай у ребят поспрашиваем, кем они работают. Интересно. Нахуй мне вообще плохо. Мне очень интересно. Да? Да. Ты можешь охуеть сюда. Почему? Мне очень интересно. Ребята, у нас возрел такой вопрос. Напишите ко мне прямо сейчас в комментариях, кем кто работает. Кем вы работаете? Мне очень интересно. Лол. Уму. Сколько ему уже? Псун? Наверное. Псун? Сколько? Пять месяцев? Муж на час ебать! Чувак умеет рекламку делать. Так и не в том, мне кажется, эфире… Развальцовщик. Что это вообще? арт-кафе, студент, бухгалтер, таксист в Польше. Чувак специально интересным водителем устроился. Агент по бронированию авиаперевозок. Это каких? Это интересно. Авиаперевозок каких? Ну-ка, напиши ко мне в личку. Пожалуйста, частный самолет. Агент по бронированию авиаперевозок. Кстати, там есть, но у меня действительно есть вопрос по авиаперевозкам на будущее. Круто. Сижу на шее у девушки. Добро. Микробиология, это круто. А еще и девочка прям. Это что? Дизайнер. Сценарист. Маркетолог. Маркетолог, это круто. Помощник арбитражного управляющего. Хрена себе. Да, наверное, какая-то очень простая работа, типа прораб. Официально называется как-то вот, блядь, так. А, кстати, да, в России так принято. Называют, блядь, как-нибудь руководителей, а там у него типа поселений никто. Менеджер, короче, какой-то хуйни, а потом выясняется, что он просто, блядь, прораб или сменчик. Вот, начальник смены, понимаешь, сменчик. Назвучит начальник смены, блядь. Гинеколог. Арос Барес. Воруй в магазинах. Это мой приятел, он работает на... Возит продукты Apple в Москву. То есть через него можно купить всю Apple в Кузину. Сейчас все побежали к ним. Гораздо раньше, чем она выходит. Вот, вот, сейчас все побежали к ним. Тебе. Да я тебе говорю, 90% дебилов, причем не только у меня. Куда бы ты в эфир ни зашел, вот кто угодно, блядь, заходишь в инстаграм в эфир кого-нибудь и читаешь комментарии, ты просто думаешь, это что, целое поколение болбоебов? Вот представь, они все вырастут, и они же устроятся на работу. То есть из всех вот этих вот баранов, которые задают тупые вопросы мне или кому-либо другому в инстаграме вообще, из всего этого поколения, они через там лет 5, 6, 10 устроятся куда-то. То есть ты будешь их встречать везде, в ратуше, в кафе, в аэропорту, они станут чиновниками и так далее. Вот это поколение баранов через 10 лет займут места в обществе. Ты представляешь, каким тупым, соответственно, станет общество из-за того, что вот эти тупые бараны займут места в обществе? Это пиздец. Хай. Хай. Кнут. Ой, как интересно, да? Кнут. Хе-хе-хе. Маленькая лошадка моя, маленькая моя лошадка, моя лошадка маленькая. Норм люди бывают редко в эфирах. Ну, кстати, возможно, это правда, потому что я в своей жизни не видел ни один. Но это прикольно, что можно так делать. Ага. Потому что тут, это тяжело, потому что я сейчас не ссс. Я не приходу к тому. Я не пришел. Наверное, в сентябре-хе-хе. Иди отсюда, крисоточка. Иди, иди. А что ты бесишься? Смотри, смотри, когда он меня испачкал. Эй, 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 ну-ка успокойся. Успокойся. Успокойно, малыш. Иди гулять. Иди. иди можно еще поиграть только не надо лазить сам сидит на улице живописью торгует пишет вот как сейчас вот откуда можно было подумать что я сейчас сижу на улице живописью торгует ебануться можно олень просто пиздец тим на тебя смотрят малые ты же с высоты своего возраста может спит а наху на мне упала чтобы я кого-то воспитывал из этих долбов ничего нервы лишние время лично мне хочется делить свою жизнь и время с умными интересными людьми они со стадо баранов и их воспитывать нахуй не упали у них родители есть я на зале биша и дыка инвентарь ван миссинге чертове наверно будут я не знаю давай сделаем тапочки голод и прессики 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 как эти одики только голод пушистенький пушистенький пример умного вопроса например можно тебя отсосать и ты такая голубоглазая блондинка классы я на это посмотрим девочки мечтаю посмотреть как кто-то эмоции да вот это пример интересного вопроса неделю наверно неделю примерно будет дима уже писал что не встречается с парнями только с девушками дима почему на почте голод gmail.com никто не отвечает 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 не сразу отвечает если ну надо одного недовольного брать ну ты какой хорошенький ты моя солнышко маленькое ты куда лезешь иди к маме на ручке иди грязнули посмотри какие грязные лапы смотри смотри кто копал кто копал а кто пытался клад раздобыть нам с папой смотри какие пальчики у нас это шерстка беленькая вообще-то да а теперь вон какие грязные лапы да и мамочку испачкал иди на колечку иди на колечку иди на колечку вот ты вот мой солнышко давай ложись иди на колечку иди на колечку иди на колечку ом А мне нравятся мои волосы, по-моему, они клевые. Кто-то там пришел. Некоторые пишут, что лишь бы что-то написать. Кнут. 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 Иди сюда. Че есть? Чего? Ты расскажешь, нет что-нибудь интересное, или дальше будешь хуесосить всем зрителям эфира и нахуй необразованное хуйло. Просто жесть. Ебану за может. Кнут, иди сюда. А че ты с собакой чужой играешь? Что? Пишут мне. Иногда у меня останавливается мозг, типа я не задаю вопрос, типа я не пытаюсь понять. А я боюсь, ну типа, вот такой вопрос, почему ты играешь с чужой собакой. Что бы это могло значить, если интересно. Ой, знаешь что, сегодня увидела комментарий Любы, которая приезжала к Косте. Она выставила фотографию, где у нее нет верха, она чуть-чуть прикрывает свою прекрасную грудь, и какой-то парень пишет, типа, фу, какой ужас. Я сижу и думаю, господи, ты в интернете сидишь. Не пытаюсь понять, это нельзя, самое важное, например, я никогда не читаю комментарии в ютубе. Ни разу в жизни не читаю. Я вообще не читаю комментарии? Я никогда не читаю, единственное, где я читаю комментарии, потому что я, типа, слежу за инстой, больше я нигде не читаю комментарии вообще. Их нельзя читать, потому что это реально мусор, который тебе отвлекает, отнимает время и забивает голову, его нельзя знать. То есть это, знаешь, банальная поговорка, с кем поведешься, с тобой наберешься. Если ты сама себя подпустишь к изучению, пытаешься понять логическую цепочку поведения какого-то долбоеба в интернете, в комментарах, это засоряет голову. Просто нельзя это знать. Ты же выбираешь, с кем общаться нет. Если ты проходишь где-нибудь и видишь кучу будланов, ты же не идешь с ними дискутировать. А в интернете нужно иметь тоже самую привычку. Ты знаешь, я просто всегда к этому отношусь в философские. Но у тебя не хватит. Понимаешь, если ты в обычной жизни обычный человек и ты сталкиваешься, может быть, десять человек, про которых ты можешь что-то прочитать, узнать и понять. А если у тебя какая-то деятельность и тебе пишут тысячи в день, ты, во-первых, все равно физически не можешь охватить и понять. Во-вторых, это реально забьет твою голову мусором. Ты их просто выключаешь. Нет, ну подожди. Я просто имею в виду, что иногда я натыкаюсь. Я не читаю комментарии специально никогда, только если какие-то суперважные мне люди, которые мне очень нравятся. А так я случайно разнулась на комментарии и подумала, господи, зачем вы это делаете? Вот зачем люди пишут какой-то негатив? Ты много знаешь глупых, реально тупых людей? Нет. Реально прям тупых, тупых. Вот ты смотришь на них и слушай, думаешь, ебаный в рот, которые живут где-нибудь, блядь, в Сыктывкаре, у которых мать пьет, блядь, отец ушел к другой жене, лучше подруге, матери, знаешь, вот этот вот самый такой социальный пиздец, вот говно, человеческое говно. Ты много таких знаешь? Нет. Вот видишь, поэтому ты с этим никогда не сталкивалась для того, чтобы их понять, ты должна вообще знать их существование. А вот в интернете как раз эти долбоебы имеют доступ к любому, типа можно написать сегодня любому лично в инстаграм, в личку, в комментариях тогда. Раньше такого не было, то есть у таких баранов не было доступа, у них даже бабок не было тупо пойти на концерт кому-то. А сейчас у таких баранов есть доступ к тебе, и они начинают у тебя писать в интернете. И человек с своей точки, своей позиции, с позиции своего образования и так далее, и так далее, пытается понять вот таких долбоебов, о которых они себе представить не могут, о их существовании. Вот этих долбоебов много. Ты знаешь, я не то, чтобы пытаюсь их понять, они очень простые для меня и понятные. То есть я себе в целом очень ясно и отчетливо представляю, какие они могли бы быть, какая у них жизнь. Это просто интересно, знаешь, как ты смотришь, как... Кстати, я еще заметил, когда я говорю такие вещи или пишу про такие вещи, а очень часто я получаю прям щит-сторм обратно. Потому что когда ты говоришь такие вещи, кто-то в твоих словах узнает себя. И пиздь, вот когда ты говоришь, что вот я только что сказал такие вещи, у меня сейчас куча комментариев, что ты несешь. Просто люди понимают, вот это я, это я живу в ебенях, это у меня социально... Ага, это мне очень красивым девочкам, какие они ужасные слова. Да, это я, типа это я живу, блядь, в социальном говне где-нибудь в ебенях, это моя мать, блядь, бухает, а отец ушел просто. Ты, типа, образ такой сказал негативный, а ты попал сразу в 112 человек. Вот в этом эфире вдруг сидят, сука, это жена по мне, а ты что охуел? Это поразительно, это как будто ты орешь в толпу пидорасы и там четыре человека поворачиваются. Нет, ты что сказал? Сразу очевидно, кто из них пидорасы, да? Жутко. Но большинство людей, которые вот реально... Ну ты когда-нибудь, кому-нибудь, кто тебе нравится, писала в комментариях? Да. Например, ну... Саша Паник мне нравится. Подожди, это другое, я имею в виду, не знаю, вот в каком музыканте. Тебе нравится 21 Pilots? Нет, конечно, я не... Нахуя им писать? Нет, я никогда не писал. Понимаешь? Я никогда не писал никому. И обычные люди тоже не пишут никому комментарии. Либо они пишут комментарии, если им есть что-то сказать. Нет, ты знаешь? Подожди, если ей сказать... Ну ты представляешь, вот смотри, я сейчас тебе прочитаю, чтобы ты поняла, тебе прочитаю просто, что мне пишут. Вот мне пишет... Ну тебе приветики. Здравствуйте. Он не задумывается о том, что мне здравствуйте написали сейчас тысяча человек. Я же не могу сейчас сидеть и тысячу человек говорить... Я бы повторил тысячу раз подряд здравствуйте. То есть, уже идиотизм. Он просто хочет... Он, может, не думает. Привет из Прокопьевска. Он тоже не задумывается, что мне написало тысяча человек. Привет из, блядь, оттуда, оттуда, оттуда. Понимаешь? Какую книгу сейчас читаешь? Ну... Это потому, что у него не хватило фантазии задать что-то. Он знает, что про рэп задавать я скажу, что он долбоеб. А... Чего спросить? Какой фильм? Кто твой любимый фильм или сериал? Или какую книгу ты читаешь? Понимаешь? Посмотри за... Посмотрите... Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, ребят, накидайте нас. Здравствуйте. Сейчас будут вопросы. Когда ты куда-то приедешь? А будет ли фит с тем-то? Слушал ли ты альбом того-то, того-то? И так далее. То есть, вопросы одинаковые. Понимаешь, тебе задают вопросы тысячи людей одинаковые. То есть, есть 5-6 вопросов, и тысяча людей задают тебе их просто в разной поочередности. Угу. И тогда ты можешь примерно охватить среднестатистического долбоеба, который сидит в инсте и пишет кому-то. Понимаешь? Угу. А про книжки опять? Да. Типа, как показаться не долбоебом? Спрошу-ка я что-нибудь про книжки. Про книжки, да. Да. Или там про еще что-нибудь. Угу. Ну, это такой способ смолтока, на самом деле. А че? Это не смолток. У людей нету. У них интересов нету, понимаешь? А че? Интерес должен развиваться. А когда тебя кормят тупо, тебе незачем развивать свой интерес. То есть, ты существуешь и тебя кормят. Тебе уже заранее вот ты родился, ты вошел, не знаю, у тебя там появился интернет и так далее. И тебя каждый день кормят. Кормят. Тебе не нужно ничем интересоваться. Тебе дадут чем интересоваться. Вот это такое поколение. Я хочу обсудить дробочку. Вообще просто. Что я? Что он написал? Тебе с ним не скучно? Он же нудный, типа. Ребята, это самый лучший парень на свете. Я так его люблю. Глупый бы. Очень тебе люблю. Угу. 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 И Кнут тоже хочет. Тоже хочет целоваться. Целоваться хочешь? Ну иди сюда. Иди сюда целоваться. Ну у тебя. Сюда. Вода. Вода целоваться. Пойдем. Давай сюда. Ну, пойдем целоваться. Пойдешь целоваться? Пойдай. Пойдай. Смотрите, какие у него золотые ушки. Мм? Вот. Такой ребеночек. смотри какой дим какой велосипед выбираешь с кем последний раз смотрел интервью хватит асфальт снимать димон просто пока в россии интернет есть народ пользуется моментом понимаешь люди привыкли что хоть что-то хорошее если есть это не навсегда это отберут да не была эта шутка это образ мышления германии чтобы понимали нормального телефонного интернета считаешь ли советскую криминальную татуировку искусства я бы вопрос на просто миллион кстати есть очень крутые 3 3 дома да я видела они вам даже дорогие по моему это кстати интересно я подумала что можно переработать и сделать какой-то бум бум блять вот я недавно посмотрел сколько я трачу вместе тоже грязный носик от книги я недавно посмотрел сколько мы тратим в месяц и охуел это не нравится как бы круто что столько но блять чем больше тем больше исчезает чем больше их тем больше нужно если честно я бы так сказал ну хуй знает месяц хватает столько проектов на который хочется когда деньги нужно найти их можно найти сидит старой картину продает это почему ли такое мышление ребят эта картина никто не купит она останется у нас я никогда не продам если вы предложите 30 миллионов долларов на самом деле меня удивляют люди которые спрашивают о да да про бабки не тупой вопрос ну ну про бабки отвечать всегда приятно потому что когда говоришь про бабки у 90 процентов долбоёбов тут просто начинает так бомбить блять мне кажется если захочу поджечь блять всем жопу я просто выставлю скрины моего счета мне кажется один из флотлайн как минимум блять вскроется и вены не упоминаю читай вопрос баварскую еду ты оценила баварскую еду если честно не фанат я люблю больше азиатскую еду но я вот терпеть не могу вот эти шарики из картофеля она имеет ввиду клёзы это такая странная жизнь обожаю сделать пюре просто пюре выставку кстати привет выставку кстати мы хотим организовать но все в своевременно то есть это сейчас коплю картины и мы хотим чтобы это было как-то концептуально сразу не просто там выставку там книгу там я хочу все вместе как-то это все преподнести поэтому я сомневаюсь что в этом году будет выставка но хочу выставку сделать вот как раз в москве не в питере думали про питер но все-таки думаю как раз таки в москве сделать выставку я видела там кто-то написал что майка крутая но шла долго ребят это потому что типа мы когда есть время собираемся печатаем их вручную в смысле напечатать и помогаем морально да давай на кстати ответим насчет насчет майк такая ситуация они не идут долго то есть когда мы их отправляем они доходят обычно с дней 5-7 и они доходят то есть за неделю доходит куда угодно проблема в том что заказов заказов так много что я просто тупо не успеваю каждый день встаю и делаю какое-то там какое-то количество и мы какое-то количество отправляем вот и поэтому задержка не за почта задержка за того что заказа заказа дохуя а я это все делаю вручную я же не могу просто с утра до вечера стоит только печатать футболки то есть на футболке мы тратим примерно 3-4 часа в день вот и сколько успеваем столько успеваем вот в этом вопрос доходят они довольно таки быстро привет ты переживаешь за что за что нужно переживать не знаю ясенхер это почта а не телепорт что что ясенхер это почта а не телепорт это очень смешно кстати всегда мечтала иметь телепорт вот возвращалась домой из школы и думаю вот переместиться сейчас домой сразу они не идут долго они лежат долго у африканских африканцев берлинских это тот кому я отправил футболку в подарок а я вижу кстати размеры 3xl не Настя против 3xl почему-то я хочу себе заказать одну 3xl это зачем тебе это чё ты мне утонешь да блядь мне как раз мне нравится вот этот ова сайс слушай типа 2xl немножко большеватая ну как бы для не знаю я хочу прям здоровую широкую комнату ну на это очень маленький спрос я считаю если если какой-то эксклюзивный заказ ну бля подожди пошить макет стоит 6 тысяч просто чтобы пошить да вот например если я захочу одну 3xl ее пошить будет стоить 5-6 тысяч только пошить один макет правильно ну подожди если у нас есть уже макет то градация на размер ничего не ну там 500 рублей за распечатку да если есть какая-то конкретная вещь то градацию на размер ты за это платишь минималку а дим такая ситуация уже два года живу с девушкой настолько она мне близка стало что мне стало мягко говоря нет друзей ну типа мне ее хватает многие говорят я долбоебки на свои друзья а я тебе скажу что ты нашел правильную женщину потому что если твоя женщина тебе не самый близкий друг то какой смысл а если твои друзья этого не понимают значит они тупые друзья значит они тебе не нужны просто так что все заебись с кем ты должен жить свою жизнь с друзьями или с семьей своей собственной а женщина это как раз таки начало образования твоей собственной семьи и если тебе с ней настолько комфортно что тебе нет других то братишке тебе наоборот повезло нет жена у меня из ростов никакой ростов ростов ну таганрог ростов короче таганрог чтобы знали таганрог мне не нравится таганрог это был когда-то нормальный город таган да давайте напишите кто тут из таганрога да сейчас пойдут комментики да никого тут из таганрога не будет да там ты даже глушь таганрог сыктывкар ну почему ты так говоришь ладно я беру свои слова обратно человек из октябрьска кандагача вот из казахстана здесь дохуя готов поспориться из ростова видишь из ростова кто здесь из таганрога а я видела уже эту аватарку она мне кажется не очень из тагана кто здесь видишь никого странно таганрог хороший город раньше был сейчас то нет но это родина чехова еще там Фаина Раневская родилась Фаина Раневская бля вот это прям гордиться можно да без дела а ты видел хоть один фильм с ней она очень крутая серьезно Чехов в стаганроге пишет да да Чехов в стаганроге бля я дебил я перепутал прошу прощения я Раневскую перепутал с кем с Новодворской что я не знаю почему просто в голове как-то перещелкну не так я мне сразу всплыла на Новодворская и я такой ебать ты чё понял Раневская я тупанул да я тупанул я не знаю почему я про Новодворскую подумал серьезно вот если зайти куда-нибудь найти ее цитатню именно она такая крутая однажды ее спросили типа вы роды были родиться в таганроге да она же туда не приезжала ни разу да она в 17 лет оттуда сбежала и не возвращалась ни разу в принципе в этом есть логика все что ты можешь сосать маху и молча улыбаться это редко написано это редко написано короче этот текст написала ее сестренка младшая ай ай кнут иди сюда не лезь что ты попрошайничаешь вечно у всех а пиздюк маленький скучный же ему у него же нет свозить ему на море таганрогская пишет о господи никогда в жизни когда-нибудь съездишь на море таганрог поехали прешь ты все я не разу мне кажется в сознательном возрасте не купалась в море таганрогском димон это шапка синяя это волосы волосы просто в бишкеге мота такая у тебя изменились расценки на татуда кстати изменились 200 евро в час теперь стоит татуировка нечего я реально не буду больше меньше чем и я не принимаю типа мотивы только на выбор вот я вот что захочу что набью у тебя хорошая страница дети в таганроге в баттл рэпе пиздец выключи не пытайся понять на аватарку посмотри что за норм что-то давно выхаром она вышла за тебя только из-за твоих двух документов немецких перевез девочку из таганрога это я женился на ней чтобы получить русский паспорт может я дохуищу трачу на визу в россии так что мне это как раз выгоднее ребят просто смиритесь мне жалко людей наверное у них так мало любви и хорошая жизнь вот смотри бомбанула вот сейчас ты охуительный интеллектуала по молодости ким был сам ты помнишь поколение ему не нравится блин задело толпоемы нельзя весело пукнуть грустной попой а что такое знаешь о проекте жака фреск что это я не знаю у тебя на дороге азовский залит ебать это болото уже давно на самом деле в этом плане россии не понимаю в этом испании куда-нибудь приезжаешь маленькие города граната малага туристические города живут полной жизнью дышат свободной грудью а у нас воровать там нечего было а в россии было чего воровать ну потому что советский союз выстроен индустрии так что когда рухнул советский союз было дохуя чё спиздить и поэтому все 90-е разворовывали поэтому вот все попробуй сейчас все восстановить так быстро вы не хотите бросить курить кто вы я даже не понимаю кто из нас курит вообще я не курю уже почти два года вообще я гораздо думаю и вам не советую курить сигареты это отстой на самом деле типа посмотри сигареты стоят дешевле чем все что у нас есть на свете в таганроге умер царь александр первый ну это такое в смысле дима это миф вот я хотела сказать в таганроге я не знаю на всех есть очень клевые ребята У твоей жены нет ощущения, будто с отцом общается из-за разницы в возрасте? Ребята, у нас разница 14 лет. Навряд ли есть человек, который в 14 зачал. Ну, я мог бы постараться. Цыгане какие-нибудь, но навряд ли. Странные эти возрастные ограничения. Да, я не над этим же. Я думаю, вот смотри, каждый из этих баранов, который задает мне вопрос, когда им исполнится 37, какие у них будут жены и сколько им будет лет? Точно. Подожди, скорее всего будут их ровесники, потому что они не такие крутые, как ты. Вот и все. Вот и все. Вот в этом и я. Поэтому я с тобой джу. Так, на дороге ничего, кроме Макдональдса, возле парка нет. Там нет парка. Подождите, Макдак я знаю, где там нет парка. Я не знаю немецкий язык, я учу немецкий. Очень трудно, кстати. Зачем, чувак, ты пишешь строчки песни? Ты рекламируешь? Рекламу как-то занимаешься? Да нет. Ну, нечего написать. Бушок, напишу-ка я ему строчку его. Пусть мне специальный ламбрик, не пытайся понять. Не вникай. Пачка сигарет стоит дешевле, чем книги. Вот поэтому очень много необразованных. Че ты пиздишь, блядь? У вас необразованы люди, потому что вы поколение баранов. Потому что легче, блядь, сука, уткнуться в ебаный айфон и, блядь, торчать на каких-нибудь ебаных реп-пабликах, чем прочесть книжку. Вы долбоебы, потому что вы долбоебы. А не потому что у вас сигареты, блядь, дешевле. Пошел нахуй отсюда. Культура в нашей стране нет, к сожалению. Есть у вас культура? Хуйняй все это. У вас все в стране есть. Есть интернет, есть, блядь, книги. У вас книг больше, чем здесь. У вас страна читает больше, чем... Я тебе гарантирую, я тебе клянусь. В России читают больше, чем читают в Европе. В Европе вообще уже давно никто не читает. Это редкость. Я почти никого не знаю, кто читает книжки. А в России все, кого я знаю, читают книжки. Ну подожди, это все, потому что ты знаешь... В России люди образованнее, чем в Европе. Это правда просто. Начитание, интереснее и так далее. Проблема не в этом. Проблема в том, что их поколение бараны, потому что им сунули этот ебаный телефон в руки. И они уткнулись в интернет, и все, и тупеют. Я так не считаю, что с интернетом и телефоном... Они не умеют пользоваться интернетом, они тупеют с ним, понимаешь? Потому что им легче... Им легче отвлечься в телефон, чем чем-то заниматься. Понимаешь, это у них не дополнительный ресурс, не дополнительный информативный ресурс. А просто, блядь, отвлечься можно. Ты живешь в ебенях, твоя жизнь говно, но ты можешь отвлечься, сука, в инстаграм и поглазеть на... Поглазеть, как кто-то охуенно живет, и написать ему, что он пидор. Все. Диман, ты сам тот, о ком ты говоришь. Понимаешь, вот обиженный в жопу просто. Он даже не знает, как меня подъебнуть, он даже не знает, что мне написать. Это просто сам такой. Блядь. Мантра справил плечи. А вот мне интересно, те, кто вот это вот говорит... Мы с Мисенко решили, что читать... Мы с Мисенко... Мне Мисенко посоветовала не читать, а аудиокнигу просто прогнать. Кстати, я очень люблю аудиокниги. Это отличный формат. На самом деле, для тех, кто очень много куда-то ездит, аудиокниги, это прям супер палочка-ворачалочка. И я часто слушаю аудиокниги. Книги это... Чем ты занимался в 15 лет? Вот знаешь, это интересный вопрос. С одной стороны, в 15 лет ты занимался хуйней. Я продавал, типа, наркотики, я воровал, дрался. Занимался полной хуйней. Но насколько моя жизнь была интереснее, чем их жизнь? Знаешь, даже вот этим вот... А сам-то ты каким был? Бля, я был долбоебом полным в 15 лет. Но пиздец, какая у меня интересная жизнь была. Не было никакого телефона, не было никакого интернета, ничего. Но моя жизнь была пиздец, какая насыщенная. Я в 16 лет один ездил, блядь, в Амстердам жил. В Амстердаме мы, типа, в палатках жили на берегу. Всю Европу объездил. Я всю Германию проехал. В интернатах был... То есть моя жизнь была насыщенная. То есть про нее можно рассказывать, рассказывать, рассказывать. Самые мои насыщенные годы были как раз-таки с 15 до, наверное, 25. Я просто на жопе не сидел, как будто у меня шило в жопе было. Но я видел столько, столько пережил, столько делал. Я рисовал, бомбил поезда, занимался... Да, много хуйней занимался, но при этом... Очень насыщенная, интересная жизнь была. Я при этом дальше читал. Я дохуя читал. Я не переставал читать. Когда меня посадили впервые, блядь, я сидел в малолетке. Я просто целый день играл, блядь, занимался спортом. А все вот эти 18 часов, которые ты заперт, я читал. То есть я не стоял на месте, понимаешь? Я в 15 лет, каким бы долбоебом я не был, но я не стоял на месте, я не был таким уткнувшимся, блядь, в экран пидорасом мелким, как они. Даже это не срабатывает. Кстати, знаешь, есть такая книга. И по ней, по-моему, фильм сняли, как женщина однажды решает весь год провести в постели. Ложиться в постели, целый год не встает. И что происходит вокруг? Это довольно интересно. Ну, хуйная. Был в Кастана? Ебать! Чем был, занимался. Мне не надо скидывать биты, братан, потому что я не делаю рэп, а ты делаешь рэп биты, и они мне нахуй не упали. Пошел нахуй со своей хуйней. Понимаешь? Старшее поколение всегда пиздит на младше. Это не тот случай, братан. Не в этом... Дело не в этом вообще. Можно просто сравнить кумиры нашего поколения и кумиры вашего поколения. Слушай, ну, так можно сравнить тоже. Давай сравним. Сенатор когда-то был кумиром своего поколения. Чем Виктор Цой, Владимир Высоцкий, например... Не-не-не, я не понимаю. Чем он стыдный в сравнении с Фрэнком Сенатом? То есть, понимаешь, я говорю про то, что... Нет, я сравнила Кобейна и Сенатора. Хорошо, давай сравним Кобейна и Сенатор. Че, Кобейн был музыкантом, который впал в депрессию и перехуярился наркотой. Да, но он же был музыкантом, он же был крутой. Что стыдного, кроме того, что он принимал наркотики? Что... А уровень его творчества? Сейчас все стыдно. Да, сейчас все стыдно, вот в чем проблема. То есть, у нас были какие-то кумиры, которыми можно было гордиться. У нас были герои. У нас был, там, не знаю, у моего... Поколения моего отца у них был Высоцкий. У меня был Цой. Но что стыдного в нем? Он... вот зашквар его в чем? А в чем? Он что, герой своего времени? Да. Да, они все были в это время наркоманами ебаные. Сегодня все наркоманы ебаные, и раньше они были. Наркоманами они были всегда. То есть, это все равно, что говорить, что время героинового шика, это круто. А если абстрагироваться от их личного, чем они занимались, а просто говорить исключительно про их творчество? Что можно сказать плохого про творчество Курта Кубейна? Охуенное ему зло. А потому что в конечном итоге остается творчество. То, что он наркоман, он из-за этого сдох. Он сам за это заплатил. Нельзя оценивать. А его творчество? Только по его творчеству, потому что люди... Остается после людей что? Слушай, он оставил за собой целое наследие культурное людей, которые, слушая его музыку, ему подражали и считали, что наркотики это круто. Наркотики это не круто. Это не круто и так далее, и так далее. Но творчество, его музло, которое за ним осталось, его образ и так далее, его вот... Он как артиз, что он после себя оставил? А что после себя оставит герой поколения сегодня? Вот у них герой поколения, их герой поколения, это, например, Лил Пит. Сдох истерика. А этот X-Extensions или как его там зовут? Застрелили, у них паника. Посмотри на них, разбери их музло, разбери их творческую составляющую. Это позорная, разукрашенная кукла, которая сдохла от наркоты. И музло было говно, и весь образ говно. У них героев нет. У него людей, которые писали, о боже, он умер, как мне жаль, большинство этих людей даже не знали, кто он. Да я не про реакцию людей говорю. Но я не про это говорю. Я не про это говорю. Я говорю про то, что у них нет героев вообще. Им нечем гордиться. Те люди, которым нравятся, они зашквар. Они клоуны, попугаи ебаные. Посмотри на их, кого они слушают, кто им нравится. Их герои, на кого они ориентируются, им не на кого. Потому что все их герои зашкварная, позорная хуйня. Вот они сейчас слушают, вот посмотри, что они сейчас слушают. Вот просто возьми весь список людей, на кого они ориентируются, и кто им нравится. Это же зашкварная хуйня без какого-либо творчества. Это все существует за хайп и за провокационность какую-то. Вот разрисованный ебальник, раскрашенный волос, как долбоеб, ведет себя, как долбоеб, одевает шмотки, как попугай ебаный. То есть он вызывает, к себе привлекает внимание провокации, чтобы люди посмотрели, подумали, ебать он долбоеб. А все щеглы реагируют как? Если поколение старшее, типа, и да ну нахуй, это, блядь, хуйня полная, то щеглы будут это делать наоборот. Запрещаешь пиздюку курить, он наоборот будет курить. Вот на таком эффекте они себе строят сегодня, типа, список. Вот их Олимп, на их Олимп входят как раз вот такие клоуны странные, ебанутые, правильно? То есть нету творчества вообще у их героев. У них нет героев. Да, Курт Кубейн был наркот. Блядь, Высоцкий был наркот. Вот Цой, блядь, бухалый и так далее, и так далее. Дело не в этом. Дело в том, что они все равно делали, они что-то создавали крутое. То, чего обычный человек, обделенный талантом такого уровня, достичь бы не смог. Понимаешь? Есть еще один Цой? Нету. Был еще один Высоцкий? Нет. Понимаешь, был еще один Курт Кубейн? Нет. А сегодня каждый из них звучит одинаково. Ты их можешь перепутать. Потому что то, что сегодня они делают, может каждый. Понимаешь? Все косят под кого-то. Но как можно под кого-то косить, если он крутой и недоступный? То есть, если под тебя можно косить так просто, значит, то, что ты делаешь, залупа конская, которую можно вот так скопировать. Понимаешь? А если ты крутой музыкант, ты неповторим. То есть, что крутого в музыканте? Индивидуальность и неповторимость в первую очередь. Нету второго сенатора. Но, блядь, этих лилпипов, лилпапов, лилпупов, лилпидоров и все так же в русском узле сейчас, в русском жанре. Они, сука, все одинаковые. Если я закрою глаза и случайно услышу, я даже не могу тебе сказать, кто это. Потому что они все, сука, одинаковые. Что в этом тогда крутого и неповторимо, если они все одинаковые, хуйта. У них у всех разрисованы ебальник, блядь, нелепыми татуировками. Они все одеваются, как долбоебы. И они все, блядь, под одинаковые минуса несут одинаковую хуйню. Вот в России на русском, в Америке на английском. Но различия между ними нет. Одинаковая хайповая параша. Это понос ебаный. У них нет героев. Вот про что я говорю? Иди нахуй отсюда. Вот про это я говорю. У них нет героев, и мне на кого ориентироваться. Они потерянные. Это бараны без пастуха сегодня. Вот поэтому они бараны. Понимаешь, а не то, что предыдущее поколение всегда хуесосило молодых. Да, конечно, но я не про это говорю сейчас. Я говорю про то, что вам не на кого ориентироваться. Вот посмотрите на ваш жанр. Есть второй локдог. Нету второго локдога. И не будет второго локдога, потому что он крут. Ты не знаешь, он рэпер один. Он крутой. А вся ваша параша модная сегодня. Они все звучат одинаково, блядь. Ну, слушай, народ это воспринимает, значит? Они не воспринимают, их этим кормят. Понимаешь, у них есть витрина. Они каждый день проходят мимо этой витрины. У них нет доступа к этой витрине. Они не могут сами что-то вложить в эту витрину. А вот люди, которые отвечают за эту витрину, то, что они на эту витрину выставят, то это стадо баранов, проходя мимо, и запомнят. Вот в этом весь жанр, проблема жанра в том, что кормят народ хуйнёй, кормят кто? The Flow, кормят кто? Артисты, на которых обращают внимание, понимаешь? Вот жанр весь в целом, то есть верхушка жанра, она диктует. А верхушка жанра это не только артисты, это также СМИ, журналы, интернет-медиа и так далее. Они диктуют этой петушне малолетней, что слушает, что круто. Они не показывают, например, вышло что-то крутое, а на The Flow не выставят что-то крутое, на The Flow выставят скорее какой-нибудь высер фейса или какой-нибудь трилпил или как их всех там зовут. Просто потому, что это вызовет больше ажиотажа и реакции. Все побегут писать, фу, фейс, хуйло, тупой, ты чё, блядь, чёлка, чёлка, как у тёлки, ты пидор и так далее. Они побегут хуесосить фейса гораздо интенсивнее, чем обсуждать какой-нибудь крутой релиз чей-то. Поэтому что делает The Flow? Естественно, они предпочтут выставить какой-нибудь долбоёба на посмешище, нежели выставить что-то крутое на обсуждение. Потому что посмешище вызовет больше ажиотажа. Вот так это работает. Поэтому весь жанр как раз таки, это кормёжка этих юных баранов хуйнёй. Вот и всё. Есть такой, например, рэпер, как же его зовут? Недавно выписал трек, у неё вся старая петушня даже снялась в клипе. Как же его зовут? Хэштег зовут его. Он вообще-то моложе нас, но рэп делает не в этом, в новом жанре, в новой школе, а рэпчик просто хороший. Он выпустил очень хороший трек, и очень хороший. Я тебе потом покажу. Никто не обратил внимания. Знаешь почему? Не потому что трек хуёв. Трек охуенный. Он проебался с клипом. Он в клипе выставил всех старых, блядь. Просто весь клип, там заснялись все старые типы рэперы моего поколения. Ну, сидит молодой пиздюк, смотрит этот клип и думает, а, окей, ну, значит, он делает музло ориентированно вот на таких старых пердунов. Ну, пусть такие старые пердуны его и слушают. Если ты не хочешь работать с новым поколением молодым, ну, она не будет тебя слушать. А если она тебя не будет слушать, кто тебя будет поддерживать? Старые пердуны, они и пойдут на твой концерт. Ну, они тебя поддержат, они в ретвитнут твой клип, там, они снились в твоем клипе и так далее. Получишь ты хайп-уважение среди вот этой старой пиздогвардии. И до свидания. Пока. До свидания. Понимаешь, с одной стороны, молодежь слушает говно, и ты понимаешь просто ебать, как с ними работать. С другой стороны, тебе работать с ними нужно. Потому что они диктуют жанр. Всегда жанр будет диктовать молодое поколение. И вот как раз-таки работа заключается в том... Нет, не замкнут. Это очень просто. Тебе нужно работать с этим поколением. Понимаешь? Особенно, когда оно сейчас засрато, тем более нужно с ними работать. Дай альтернативу. А что делают все? Так, подожди, бля, я не рискну делать что-то, это скорее выстрелит. То есть, люди больше заморачиваются над тем, что они хотят сделать крутого, они больше заморачиваются над тем, выстрелит это или нет. Они проводят, так сказать, анализ рынка, и под него подстроено, ориентированно пытаются хайпнуть, выстрелить. Понимаешь? Поэтому это уже не творчество, а маркетинг. Вот если ты когда-нибудь просто найдешь яйца и скажешь, да ебал я в рот этот маркетинг, попробуй-ка я сделать что-то крутое. Вот если ты... Дело в том, что люди просто голодные, и они понимают, что хочется круто жить в первую очередь, и это ставится выше творчества, потому что они понимают, что их конкуренция думает так, и их конкуренция монополизирует рынок. Понимаешь? Все сейчас работает так. Не будешь так работать, не выстрелишь, не заработаешь. Вот и все. Вон, мне пишет какой-то уебок, Тифэс Соси. Тифэс Соси. Да дело не в этом, просто вот... Не в плане... Понимаешь мышление этих людей? А себе круто. Ты понимаешь мышление этих людей? Абсолютно левый мальчик, которого он никогда не видел, никогда не знает, не знает его лично, ничего он ему никогда не сделал, не сказал, он просто откуда-то появился. И этот человек заходит к абсолютно другому чуваку ко мне и пишет про него типа Тифэс Соси. Зачем? Почему? Что это даст? Эти все вопросы отпадают. Это просто импульс. А импульс из-за того, что в голове говно. Вот и все. Вот это поколение. С ними нужно работать. У людей какая-то скрытая агрессия. Да это не агрессия. Это не агрессия. Знаешь почему? Вот побочный эффект интернета это анонимность. Это правда. Вот он анонимно такое сказал. Вот если бы он сказал, раньше не было интернета и диалог ты мог вести только с живыми людьми. Вот смотри, например, где-нибудь в какой-нибудь тусовке такой долбоеб скажет про кого-то Тифэс Соси. В этой тусовке случайно окажется приятель Тифэс Соси. Скажет, а ты ему это в глаза скажешь? И пизды. В следующий раз этот Тифэ подумает так. Схуя ли я должен про кого-то что-то сказать негативное? Это же нужно как-то же еще и обосновать. Можно же просто так пизды получить. Поэтому он язык за зубами придержит. А когда анонимность в интернете, ты можешь про любого чего угодно сказать. Ты говоришь, тебя жизнь не воспитывает, потому что есть анонимность. Ты никто сказал про кого-то что-то, а назад это не может вернуться, потому что ты никто, ты не существующий аноним. И поэтому это тоже воспитывает целое поколение невоспитанных долбоебов. Запретить анонимность в интернете? Запретить анонимность в интернете? Да не надо ничего запрещать. Людей 7 миллиардов. Из них все равно должно подохнуть 95%. Поэтому я считаю, что и воспитывать их необязательно. Пусть сдохнут, пусть они будут тупые. Вот пусть будут все тупые, а я своих детей воспитаю умными. Чем больше тупых, тем меньше умных, тем больше спрос на них. Понимаешь? Вообще похуй. Мне похуй на большинство людей. Пусть сдохнут. Мне похуй, что они нищие. Мне похуй, что они необразованные. У меня нету сострадания. Я не собираюсь менять мир. У меня нету таких амбиций, типа, если бы у меня была возможность, я бы навел порядок. Так, чтобы не было больше бедных. Сука, что с ними со всеми делать? Представляешь, больше не будет бедных. Не будут нищих. У всех будет все заебись. Не будут люди болеть и умирать. Их уже 7 миллиардов. Наведи порядок среди них. И сразу станет 14. Они не будут дохнуть. Понимаешь? Весь этот нищий слой планет не будет дохнуть, потому что ты дашь им бабки, дашь им жратвы, ты будешь их лечить. Дело в том, что... переносилища эту планету еще больше. По статистике, образованные люди реже заводят детей и гораздо более цирилом возрасте. И у них не как у алкоголиков, наркоманов, патронов, беспризорников. А один ребенок, позвоночник, в возрасте которого не воспитывают. Поэтому не факт. В смысле, факт? Не факт, что если все люди будут жить в процветающем обществе... Я бы сделал так, чтобы им было еще хуже. Чтобы выживали только самые, блядь, смышленые и сильные характером. А все остальные, сука, дохли еще больше. Поэтому, когда мне кричат Россия, сука, или там Германия, в Европе все становится хуже, там Ближний Восток, в Африке дети говорят, мне до пизды. Вообще, похуй, у меня нет сострадания к людям. Я считаю, что 95% должно нахуй сдохнуть. Вот только тогда можно начинать как-то выстраивать какое-то общество, которое будет жить более гуманно. Поэтому я не собираюсь воспитывать. Мне похлона, не. Пусть сдохнут. Том, собачка, спит. Как ребеночек. Ты ребеночек еще, да? Такие лапы грязные. Пойдешь под душ сегодня. Чудом болит. Помнишь, утром после того, как он на поросе побегал, у него лапы были розовые? Чистый, чистый. Разонький розовый. Мат – это часть богатого русского языка. Сказал один поэт из Питера. Какой? Ты его не знаешь. По-любому, он у кого-то это спиздит. Зачем искать героев среди именно моего языка? Да, блядь. Да кого угодно ищи. Каштаны уже почти. Каштаны уже почти. Желтые стоят. Кому-то прям восемь у нас цепляет. Сегодня, кстати, последнее воскресенье лето. Можно я тебя, пап, прошу? Можно принести там постелечку? Что ты хочешь? Куда ты хочешь? Хочу. Будут витровки голод. Витровки. Хорошая, кстати, идея. Да, но только пробовала. В Москве-то зачем витровки? Вот куртки. Мне кажется, куртки. Альбом пишешь? Пишешь альбом? Что вот это значит? Осталось пять. Четыре. Нежно. Нельзя для меня делать. Серьезно?